В Румынии строят укрытие для людей и даже рассылают экстренные сообщения на мобильные телефоны. На территорию страны, напомню, падают обломки российских дронов. Румыния вызывает российских дипломатов на ковер. Как вы расцениваете происходящее? Будет ли НАТО делать все-таки какие-то выводы? Ну, понятно, никто не говорит применять там пятую статью, но, например, закрыть небо в этом секторе-то в их силах. Ну, на мой взгляд, в принципе, официальный Бухарест в Румынии ведет себя абсолютно правильно. То есть они не скрывают ничего, мне вообще нравится, мне симпатична модель их поведения. Они четко говорят, да, мы видим чьи-то обломки, да, мы заинтересованы в обеспечении безопасности жителей села Плавру, ну, которые находятся, собственно, на границе возле Измаила, там буквально 300-400 метров. Соответственно, они, по сути, давайте, по сути, де-факто инициировали статью 4 консультации в рамках коллективного органа безопасности НАТО, что мы делаем и так далее. На мой взгляд, там есть два принципиальных решения, оба позитивные. Первое, мне больше, намного больше нравится эта передача дополнительных систем противоракетной, противовоздушной обороны Украине, чтобы мы дозакрыли небо. Ну, то есть, учитывая объем территории Украины, учитывая, что Россия наносит удары по гражданским объектам по всей территории нашей страны, ну, соответственно, систем противоракетной обороны должно быть намного больше. Вот это хороший путь, то есть, передавайте Украине, мы в том числе на южном направлении, в том числе в направлении Дуная, в том числе в направлении Измаила, ну и, понятно, Румынии. Будем закрывать небо и действительно резко уменьшится возможность попадания тех или иных обломков на территорию Румынии. Вторая часть — это ставить системы противоракетной обороны на территории Румынии для того, чтобы они эффективно и превентивно отрабатывали вот эти дроны, случайно залетающие в воздушное пространство других стран. То есть два этих решения есть, посмотрим, какой из них будет принято. Я думаю, что все-таки решения будут какие-то приняты. Ну и важно понять, тут есть официальное заявление НАТО о том, что они, безусловно, понимают случайность инцидентов, то есть случайность падения этих обломков, что нет злонамеренного плана нападать на Румынии. Ну, то есть, грубо говоря, тут как раз-таки то, что вы говорите, акцептировать пятую статью, в принципе, нет смысла. Но, на мой взгляд, идти по пути увеличения защиты воздушного пространства и лучше через Украину, то есть предоставив Украине больше комплексов противоракетной и противовоздушной обороны, мне кажется, это решение этой проблемы, в том числе для Румынии. Румынии.